Вот так, о! Детская площадка в Харькове. На ней играют сын с отцом. В мирное время это приятная, но ничем не примечательная картина. Но сейчас эта картина устрашает, ведь вокруг площадки поврежденные дома от обстрелов. Вокруг дома около девяти прилетов было. В это здание прилетело трижды на крышу. Вдалеке слышатся взрывы, но Антон и сыном Артемом на них уже не реагируют. Семья мужчины уезжала из Харькова во время сильных обстрелов. Но около месяца назад решили вернуться. Говорит, соскучились. Приехали, побыли немного в гостях и поняли, что уже тяжело. В Харькове как-то легче. Мы готовы всегда. В баке есть бензин, чемоданы почти собраны. В любой момент, полчаса, и мы спускаемся и уезжаем. Артем улыбается и расспрашивает у меня про микрофон. И даже не реагирует на взрывы вдалеке. А еще гордо заявляет. Не боишься? Я не боюсь. Бывает боится, когда очень близко взрывается. Он говорит, это плохие дяди стреляют? Я говорю, да. Объясняю, что это война, что по нам стреляют. А стреляют здесь ежедневно. Как по расписанию, россияне начинают стрелять около полуночи. Но не стесняются выпускать ракеты. И в светлое время суток. Ситуация очень тяжелая. Вот буквально на днях где-то в стороне в 500 метрах две ракеты прилетело. Тяжелая. Сейчас более-менее спокойно. Последнее с тем, что было. Да, это ужас было. Сейчас, конечно. Хоть мы можем погулять, пойти. Сейчас в Харькове живут около 700 тысяч людей. До войны было в два раза больше. Но это еще много вернулось. Возвращаться местные начали около месяца назад по разным причинам. Тогда же и запустили общественный транспорт. Мы его запустили именно для того, чтобы как-то продолжить налаживать житедеятельность города. Даже в таких условиях. Когда воздушная тревога, транспорт ездит? Аккуратно ездить по Харькову сейчас та еще задача. Последние несколько дней обстрелы города усилились. Прилетают чуть ли не в каждый район. Но один из самых опасных остается микрорайон Северная Салтовка. 80% домов не подлежит восстановлению. Микрорайон просто вымер. Северную Салтовку постоянно обстреливают. Как следствие, здесь одни разрушенные, сгоревшие дома. И практически нет людей. У нас вообще житие перенесло. Много людей? Приличные такие. Точно цифру не назову, но приличные. Но в домах все еще остаются люди, которые отказываются эвакуироваться. Пока им там разрешают жить. Но местная власть говорит, это ненадолго. Дома аварийные. Мы будем говорить о том, чтобы люди все-таки выезжали из них. Потому что даже там будет продолжаться процедура разминирования. У нас на некоторых домах, на крышах, еще находятся неразорвавшиеся снаряды. Безопасность в Харькове условная, но людей уже не пугают ежедневные обстрелы. А на сигналы воздушной тревоги реагируют далеко не все. Ответ дают банальный. Уже привыкли. Но местная власть просит не относиться так беспечно к своей жизни. И когда звучит сирена? Спускаться в укрытие.